Друзья, всем привет! Это историческая дорога и это исторический момент. Именно вот в этом месте и с этим человеком я снимал свой первый велоблог в 2009 или 2008 году. И тут я задавал вопросы. Привет, Андрей! Он говорил, привет! И я говорю, куда мы едем? Он говорил, на озеро. Я говорил, на какое озеро? Он говорил, на Верхнее Вышгородское озеро. Отвечаю, у меня есть это на ютубе. Но тогда там было еще село какое-то. Помнишь, туда навезли всякого? Да, да, да. Сильм снимали какой-то, его реконструируют. И за мной собака еще гналась. И все это тоже есть. Там уже нет села, все разобрали. Вот, а сейчас мы едем просто посмотреть, есть ли хотя бы то озеро там. Ну вот мы, собственно, и приехали в то место. И смотрите, что от него осталось. Вот осталась будка для собаки. Остатки где-то забора. Помнишь, тут было село самое было? А тут да. Ну я вставлю, возможно, это видео кусочек. Там, правда, смоки 30 Е71. Но я думаю, увидеть сможете. Там должен быть домик на озере. Да, да, да. Озеро осталось, но, блин, тогда оно все так сказочно выглядело. Ну, во-первых, конечно, это было лето, было зелено, все. А сейчас нету ничего. Ну, все забрали. Сейчас посмотрим, есть ли там домик. Ну, он здесь был. О, смотрите, уточки. Блин, я чувствую, в своей игре себя 8-битно. Сейчас надо только ружбайку и бах, и собака побежала их доставать. Расскажу про все свои гаджеты когда-нибудь. Ну, буквально в ближайшее время. Потому что мне на днях еще подарят очень прикольную штуку, не буду тизерить. И расскажу про все, что у меня есть. Но вот скажу сейчас, что мы взяли с собой термос. Это мой термос Стэнли, который мне подарила компания, вот здесь вот написано, Асус. И Асус вообще мне походу готовит, вообще украинский офис Асус, не общий, а украинский. Он готовит меня к выживанию. Потому что на прошлый день рождения они мне подарили газовую горелку, очень компактную. И такую штуку, типа тент-навес, я тоже его покажу обязательно в видео. Но все вот именно для походов, для выживания. И на разных презентациях они тоже такие фишки дарят. И это как бы самое-самое крутое вообще, ну, что можно. То есть я терпеть не могу, когда просто какое-то бухло тебе дарят, который я не использую потом. И вот они на одной презентации подарили офигеннейшие термосы. И предупредили, что они держат тепло 24 часа. И типа это очень-очень круто. И действительно, налили чаю, он тупо кипяток приходится ждать. Но это, блин, такая романтика, выехать в лес. А мы сейчас далеко, здесь даже Киевстар не берет. Налить себе чайку и просто вот так вот отдохнуть. У тебя сейчас, кстати, утро, я только проснулся, суббота. Тупо ничего лучше быть не может. Ну, только по Карпатам ездить на велики и фоткать еще. Вот это, наверное, лучше. Пойду по косе пройдусь. Бобры завалили дерево, какое? Ты уверен, что бобры? Да. Вот это работа. Видишь, так как сам водопром нет, не срубаешь. Это да. Вот и нара чья-то. А ну постучи по ней. В гости попросись. Не? Девно. Когда ты падаешь, это должно быть на видео. Чувак, пожалуйста, назад. А ну можешь там назад и прыгнуть? Одним ходом. А телефон в кармане? Да. Чувак, это дупо печаль, блин. Я говорил, что у этого человека нет стопа. Видите налево, блин. Реально, вот если бы здесь был Иванов, это было бы он. Но он бы не так делал. Ты знаешь, у тебя как бы нет стопа, но у тебя есть мозг. Заметь, ты залез туда и потом прыгнул на сушу. А он с суши разогнался и прыгнул бы туда. Здесь в этой местности дохрена кабанов. И чтобы вы понимали, я не такой герой, мне очень страшно. Это вот этому телу все пофиг. И он даже говорит, хочет увидеть кабанов. А я хочу домой попасть побыстрее. Приехали, лесная дорога. Вот такая. Веложизнь продолжается. С утра был с одним Андрюхой, сейчас с другим. Привет всем. Смотрите, этот как-то поживее. Только что я сделал офигенную фоточку. И каждый раз, когда я куда-то еду и делаю хотя бы одну офигенную фоточку для инстаграма, день уже удался. Ну и поездка тем более. И сейчас я хочу, знаете, что сделать? Вот я смотрю, солнце, смотрите, достаточно высоко. А фоточку я сделал, ну я ее еще не обрабатывал, я вам сейчас покажу. Вот фоточка. Реально очень красивая. И как вы можете заметить, солнце, оно достаточно, вот оно, оно достаточно высоко. Вот моя цель возвращаться обратно, когда солнце будет раза в два ниже, чем сейчас. И для этого у меня есть приложение, которое называется Sunflower. Я сейчас выбираю, вот здесь такая карта есть. Я могу свое местоположение задать. И включить вот этот режим отображения через камеру. И смотрите, я, значит, разворачиваю. Нет, вот так вот надо смотреть. Вот так, как видите, солнце сейчас ровно там же, где оно и есть в 16.16, вот оно показывает. И внизу оно будет в 16.50. Вот, можно даже посмотреть. И, соответственно, мне в 16.50 надо быть здесь. А вот это база ракетчиков. Здесь базировались ракетчики. Второй момент за сегодня исторический. Потому что в первый свой велоблог я был на той вот дорожке, где сегодня начал свой день. И мы поехали искать то село. Села уже нет. Побывали на озере. А второй велоблог, опять же, 2009 года, который тоже не нужно смотреть. Я с еще одним Андреем, чтобы вы понимали, третьим. То есть сейчас я со вторым. Есть, ну как, за сегодня со вторым. Есть. Есть, короче, три Андрея в Ижгороде. Я со всеми тремя катался, короче. И вот здесь я был. И вы можете посмотреть это видео. Там еще все было по-другому. То есть здесь была крыша. Как видите, вот сейчас крышу разобрали. Ну, последние три плиточки остались на весь навес. Четыре там еще одна. Вот там была металлическая тема. Такой туннель. И его тоже забрали. Ну, логично, что там много тонн, я думаю, она весит. И ее, естественно, спикралы. Вот здесь она была. И когда ее увозили, мы даже это видели. Мы здесь снимали Land Rover Discovery Sport. И между стендапами, вот мы очень большие паузы делали, потому что здесь экскаватор работал. Вот отсюда он выкопал эту тему. Да, это была как бы база в советские времена. Учебная база ракетчиков. Они здесь базировались. Вот как оно все. Сегодня в запустении. Ну, естественно, все это дело просто разворовали, разобрали и забили. Искусство требует жертв. Видите, вот мне надо за мою голову, чтобы Андрюха свой велик отвел. Сейчас теперь мы вот здесь поставим мой по центру дороги. Посмотрите, какая симметрия. Солнышко уже сейчас будет такой контроводовый цвет хороший. И тень офигенная. То есть сейчас будет прорисована фотография очень-очень красиво. Увидите ее в моем инстаграме. Ну, что, поехали. Ох, красотень. Блин, я тупо доволен, отвечаю. Все, и теперь осталось чуть-чуть постоять, подождать, пока солнце еще выровняется. Ровнее станет. То есть сейчас вот их тень сюда уходит чуть, завал. Оно сейчас вот так будет опускаться, и тень будет ровняться. Поэтому мы просто постоим чуть-чуть, еще подождем. А пока мы будем ждать, у меня есть шоколадосик. Ты посмотрите на это, на красоту. Вот она вот, она красота какая. И главное, чтобы не ехала сейчас никакая паскудная машина. Вот здесь вот выставлял, выставлял. И если сейчас какая-то машина приедет, то мне придется потом заново выставлять. Это просто называется искусство фотографий. Ты выжидаешь нужный момент, в данном случае нужное положение солнца. И не важно, сколько это времени займет, чтобы сделать фотографию, к которой невозможно придраться. Вот если бы у меня сейчас был бы, знаешь, в одной руке коньяка, в другой сигара. Ладно, слушай, ты мне, ты мне начинаешь нравиться, молодец. Этот Андрей веселый, надо запомнить. Значит, как бы запомнить, так, в очках веселый, все запомнил. И прекрасное завершение этого велодня, это занятие на турничках. День сегодня реально просто офигенный был. Едем на шашлычок. Беловыходные продолжаются. Сейчас мы с двумя Андрюхами едем на шашлык. Открывать сезон. Как-то очень спонтанно все получилось. Надеюсь, что мы все взяли. Раз Андрюха, два Андрюха. Чтобы вы понимали, мы сейчас ищем место и спорим на предместо. Не потому, где дрова, не потому нравится, не нравится, на предмет. А если сейчас включат ГЭС, не поднимется ли вода и не придется ли нам смотки быстро собирать вместе с костром. Ну, в общем, нашли местечко. И, друзья, как народ наш, какие дебилы у нас люди, честное слово, которые ездят отдыхать. Потому что, посмотрите на это все. Тут уже не вините государство, не вините президента и всех остальных. Тут просто сам народ, к сожалению. Потому что, ну, вот как можно приехать, отдохнуть и оставить после себя вот такое. Мракобесие какое-то. Короче, среди всего вот этого срача, а этот, ну, реально мрак, друзья, я вас всех ненавижу, кто это делает. Серьезно, очень сильно. Мы нашли столик, кто-то соорудил. На берегу реки у нас есть шашлык, у нас есть водичка. И мы сейчас здорово проведем время. Тупо уже предвкушают. Шашлык причем такой натурный, не куриный, а настоящий. Ладно, идемте за дровами. Короче, Андрюху, который веселый, который в очках, я запомнил. Оставляем сзади на мелких дровах. С Андрюхом вот этим невеселым идем вперед. Вот, собственно, дрова в большом количестве. Вот, вот эта ветка мне очень нравится. Мы несем тут дрова. Андрюха уже даже подмутил, что-то дымок идет. Блин, мы быстро справляемся. Фух, смотри. Опа. Молодец, ты как баргрилс, чувак, только в очках. Но зато ты моложе. То есть у тебя есть как бы и плюсы, и минус по сравнению с баргрилсом. Ну вот если бы тебе пришлось выбрать, быть моложе на в очках или старшину баргрилсом. Старшим баргрилсом. Вот и я бы. Итого я могу сказать, что у меня случились идеальные выходные. Потому что очень хорошая погода, очень хорошая компания. Сейчас вкратце перечислю. В субботу с утра день у меня начался с велосипеда. Мы здорово проехались, вы помните. Потом я побегал. Потом я позанимался на стадионе. На турничках. Потом я снова поехал покатался. В воскресенье утром у меня на... Ну и вечером мы смотрели сериал с женой. Тоже очень прикольно. В воскресенье с утра я пошел в церковь. Потом я пошел на стадион позанимался. И вот теперь я снова катаюсь. Причем нифига себе на шашлычок поехали с двумя Андрюхами. Что может быть лучше? Подбиваем промежуточные итоги. Мы притащили еще больше дров. А Андрюха уже и потушить костер смог. Андрюха, ты реально лучше, чем баргрилс. Отвечаю. Он за это время успевает только развести костер. Вельчик у меня тупо идеальный. Вот вы можете мне писать, что хотите. Мне уже кто-то написал даже в комментариях, что вангут, что через год я буду с двухподвесом. Так он мне не нужен. Нахрена мне двухподвес? Он же тяжелый, дорогой. А у меня есть офигенный джемис. Я думаю, что если я следующий велик себе буду покупать, то я из серии Dragon. Вот мне сейчас очень Dragon Slayer нравится. Но они стоят по 2700 баксов. Нахрена? Если я свой купил за 800. Андрюха, ты со мной согласен? Любой из вас. Андрюха мне подарил на день рождения нож. Вот. Очень крутой. Андрюха, что он крутой? Объясни. Ну, во-первых, очень хорошо собрано. Вот если вы можете заметить, по центру лезвия, четенько по центру, вообще не люфтит. Только не порежься, пожалуйста. То есть вот если вы можете видеть, то есть вообще ни одного люфта. Двухсторонние шпенечки. Так он складывается очень замечательно. И самое, что круто, это вот это супер, мега, офигеть, офигительное просто клипс. Берем, берем его на киндер. Смотрите, как обзоры делают. То есть если вы его положите в карман, вот как это делаю я, то есть вообще ножа абсолютно не видно. Нож не выпячивается. А четенько сидит кармаш. А что ты ржешь? Можно чесюку отрезать. Смотрите, как я научился открывать этим ножиком. Ну так, берешь руку и бам. То есть ты ничего не делаешь. Так, просто бам. Кастрик палим уже. Фух, наломали тут такого. Причем ни топора, ни пилы нет. Смотрите, сколько понаходили. Отойдет мой велосипеда подальше. Мне ссыкотно, чувак. У нас нет вилок, ложек и вообще у нас ничего нет. Поэтому я буду делать себе лозынку. Обзор дрючка. Посмотрите. Идеальный наконечник. Сюда надевается мясо. Ровненько, рукояточка. И даже смотрите. Не остро вот так сделано, чтобы можно было удобно брать вот это вот законцовье или как его назвать. Пацаны, посмотрите на это. Ну это же гениально. Джинниус летит. А вы чем будете? Руками жрать? Блин, будет печаль, если я сейчас вилки достану. Нож режет мясо. Просто идеально. Вот чтобы вы понимали. Андрюха, не вздумай кричать на видео. Даже если будет больно. Вот как он режет мясо. Просто как масло отвечает. Вам интересно, что у меня в рюкзаке, который собран специально под вело, вот такие прогулки, поездки, веловылазки. Если интересно, пишите комментарии, ставьте лайки к этому видео. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет видео. Чего у меня вообще есть для велосипеда? А тут у нас уже уголечки. Так как шампуров у нас не было, и была сеточка, поэтому у нас получается мясной пирог. Во! Нож пригодится еще один раз, скорее всего. Оно очень красивое, и оно, тупо я почти уверен, готово. Предлагаю снимать. Офигеть! Вы мне завидуете, да? Оно реально очень-очень вкусное. И смотрите, я единственный, как белый человек, позаботился. Сделал себе столовый прибор, я бы даже сказал. Короче, друзья, очень было круто, было вкусно, и очень крутые выходные получились. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх. Всем пока!